Антон Пережогин 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 Таких нарушений нет в действиях сообщений, поэтому меры к ним не принимаются. Хорошо, спасибо. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Если я напишу заявление о том, что автобусный парк, билетеры не облечивают билеты, деньги кладут себе в карман, кладут, вы будете рассматривать этот вопрос или нет? Понятно, нет? Еще раз повторите, пожалуйста. 19-23 маршрут не дают билеты на руки. Деньги я плачу, билеты мне не дают. И никому пассажиров не дают. Будете рассматривать заявление или нет? Ну вот такой вопрос. Понятен. Вопрос понятен. Мы как надзорный орган эти обращения сами не рассматриваем. К нам эти обращения подобного рода поступали. Мы даем разъяснение, что вопрос как стоял. Нужно ли обилечивание? Билеты должны обязательно выдаваться, поскольку это является формой заключения договора на перевозку в общественном транспорте. Такие обращения необходимо направлять непосредственно к перевозчику, либо в Акимат в городах тебе. Хорошо. Тем не менее, человек, который хочет о чем-то заявить, какое-то обращение вам направить, он должен придерживаться какой-то определенной формы обращения, форме заявления. Есть ли какие-то требования к таким формам заявления в госорганы? По требованиям вообще обращения делятся на несколько видов. То есть это могут быть заявления, запросы, отклики различные. То есть если человек хочет обратиться с жалобой, требований для жалоб у нас никаких нет. То есть в произвольной форме можно от руки написать, где-то на компьютере набрать. То есть на сегодняшний день мы и гражданам нашим разъясняем, что необязательно к нам приносить напечатанное и распечатанное на принтере, чтобы можно просто даже прийти и устно нам рассказать. У нас на сегодняшний день действует и в Генеральной прокуратуре колл-центр 115 номер, прямой, который действует на всей территории республики. Можно по нему устно рассказать, и мы будем это обращение рассматривать. То есть некоторые обращаются адвокатам, юридическим конторам, фирмам, чтобы просто набрать обращение. В этом необходимости никакой нет. Другое дело, если вы обращаетесь в государственный орган, и ваше обращение рассматривается в порядке, предусмотренным стандартами установленными, там уже есть конкретные формы обращения, по ним вам разъяснят, что надо заполнять и когда будет рассмотрено. Куда и как вообще обращаться, если нарушены права человека? Это зависит от того, какие права нарушены. Если говорить о нарушении, если в отношении человека совершено какое-то правонарушение, преступление, то, естественно, это нужно обращаться в органы внутренних дел, и в зависимости от характера других нарушенных прав уже необходимо обращаться в уполномоченный орган. Если результаты рассмотрения уполномоченных органов их не устраивают, то люди обращаются к нам, мы изучаем и даем свою правовую оценку уже действиям государственного органа. Спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был руководитель аппарата по прокуратуре Актюбинской области Жаслан Оранбасарович Долимбаев. Спасибо вам большое. До встречи.